Здоров народ! Просыпаясь я сегодня, Дубарь посмотрел на улицу и желание куда-то ехать пропало в тот же миг. Вот сейчас то самое время, когда хочется просто сидеть дома, укутавшись в пледик и смотреть какой-нибудь сериальчик. На выходных даже появилось новогоднее настроение. Вот так вот устроен человеческий мозг. Если на улице Дубарь, значит скоро Новый год. И впрямь, он ведь скоро, осталось у нас всего два месяца. А ведь мы только недавно общались с вами о том, какая крутая погода в Одессе, пляж, море, красотки. На красотках я, по-моему, не с вами общался. В общем, мне кажется, мы с вами же настолько близки, что я попросту не могу без всего этого. И хочется верить, что наши чувства взаимны. И вы рады каждому новому видео. Если это так, готовьтесь впитывать новую информацию. Ведь у нас сегодня выпуск новостей из мира технологий. Надеюсь, вы успели найти какое-нибудь комфортное место, потому что я начинаю. Давайте отстреляемся с мелкими, но все же интересными новостями одной строкой. Ну, а после перейдем к основным. Компания OnePlus выпустила специальную версию смартфона 8T с приставкой Cyberpunk Edition. Разумеется, главная цель такого нейминга – желание бренда хайпануть на старте продаж долгожданной игры от создателей Ведьмака. Основные отличия лимитированной версии от обычной – комплектация, слегка измененный дизайн, эксклюзивные темы и звуки. Сначала аппарат запустят в Китае, но чуть позже и на глобальном рынке. Что-то давно не было новостей от компании Nokia. Возможно, вы удивитесь, но у этого бренда все еще есть своя фанатская база. Давайте хоть немного порадуем этих бедолаг. На днях ресурс, который специализируется на бренде Nokia, опубликовал информацию о будущем флагмане компании – Nokia 10. По их словам, экран смартфона будет защищен сапфировым стеклом, а не привычным нам Gorilla Glass. Кроме этого, он получит мощный процессор Snapdragon 875 и херовую тучу камер на заднике с оптикой Carl Zeiss. По всей видимости, Nokia не покинула идею, которая использовалась в предыдущем поколении. Теперь остается только один вопрос – когда этот смартфон представят? Потому что, если брать внимание, опыт с Nokia 9 – это произойдет к выходу какого-нибудь Snapdragon 885. Потому что Nokia – это еще те тормоза. Помните, в прошлом выпуске я высказывал скейпсис по поводу спутникового интернета Илона Маска – Starlink? Ну, типа, дорого и все такое. Ребята, после первых тестов ничего не изменилось. Все равно дорого. Но это для нас. Насколько я знаю, в Америке и Европе интернет – это, в принципе, роскошь. Особенно, если мы говорим о каких-нибудь отдаленных местах. Да, есть стандартный спутниковый интернет. Но скорость и задержка там совсем не те. Вот в сети и опубликовали результаты первых тестов. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать разницу. Скорость скачивания при помощи Starlink быстрее в 4 раза, чем у конкурентов. А задержка примерно в 20 раз меньше. Понятное дело, что с обычным проводным интернетом Starlink соревноваться не сможет. Но зато все остальные альтернативы точно будут не нужны. В любом случае, лучше, когда такой вариант есть, чем когда его нет. Ведь насильно вас заставлять подключиться никто не будет. Ну что, думаю, разогрелись. Да, ребят, это был всего-навсего разогрев. И вы помните, да, я вам обещал, что во вторник выпуски будут без рекламы. Тем более, какая может быть реклама накануне распродажи 11.11, да? Кому нахрен нужен этот Poco X3 за 180 долларов? Redmi Note 8 Pro за 115 баксов. И OnePlus 8T за 417 долларов. Я уверен, никому не нужны. А розыгрыш Xiaomi Mi 10T Lite за подписку и комментарий под видео, это ведь вообще очень тяжело. Я не понимаю, кто этим будет заниматься. В общем, я попросту не вижу смысла в рекламе. Ну а ссылки на всякий случай под видео оставлю. А теперь давайте поговорим о мастистых китайцах, которые внезапно оказались никому и нахрен не нужны. Начну я с компании LG. Эти ребята давно пытаются нащупать золотую почву там, где ее никогда не было. Let's Go Digital уже нарисовали рендер смартфона с кодовым названием Project B, который получит растягивающийся дисплей. Все в соответствии с имеющимися у LG патентами. Говорят, что этот смартфон будет анонсирован в марте следующего года. Сразу после презентации другого флагмана с кодовым названием Rainbow. Хотя, как мы знаем, у LG флагманская только стоимость. А железо... Все остальные аппараты, включая Velve 2, Q92 и Style, это чистой воды ODM. LG просто покупает у китайцев готовые смартфоны, клеит на них свое лого, устанавливает жутко перегруженный интерфейс и продает втридорого. Удивительно, почему их никто не покупает? Теперь давайте поговорим о других корейцах, еще более мощных и заносчивых. Samsung недовольна тем, как продается, вернее, не продается, их новая линейка смартфонов Galaxy Note 20. Производство решено свернуть, отставая от плана, примерно в полтора раза. Видимо, Samsung не ожидали такие слабые продажи. И это немного странно. Они вообще куда смотрели, когда выпускали обычный Note 20? Это и не флагман, и не субфлагман. Я вообще не понимаю, зачем он был нужен. Чтобы исправить свою статистику продаж, Samsung спешит с производством Galaxy Note 20 Fan Edition и, конечно же, Galaxy S21. А я напомню, что по сообщениям достаточно авторитетных сливщиков, включая Evan Blassa, линейка S21 будет еще хуже, чем S20. Хреновость всей этой ситуации заключается в том, что обычный Note 20 с самого начала нужно было называть Note 20 Fan Edition. Ну, потому что после этого они выпустили Galaxy S20 Fan Edition, и он реально круче, чем Note 20 обыкновенный. И это при том, что Note 20 стоит гораздо дороже. Короче, логики вообще нет в действиях компании Samsung. Корейцы так привыкли быть первыми, что в упор не видят очевидный факт. Ситуация на рынке изменилась. Культ смартфона остался позади. Люди больше не готовы отдавать почку за новый смартфон. Видно, что бренд хочет что-то менять, но это происходит как-то вяло. И меня действительно не покидает мысль, что они вообще не ориентируются в пространстве. Что происходит на рынке, как происходит. Они вот знают, что есть маркетинг. Мы навалим людям, а не купят. А если это перестает работать... Ааааа! Паника! Никто не будет отрицать, что пандемия внесла свои коррективы в индустрию. Если раньше, когда бренд хотел представить какую-нибудь новинку, он сразу собирал кучу народа, как-то пытался их угостить, как-то там задобрить и так далее. Сейчас этого все делать не нужно. Достаточно просто записать ролик, выкинуть его на свой YouTube-канал и все, презентация состоялась. Эх, красавчики! Видимо, так подумали в компании Apple. Уже через неделю нас ждет еще одна презентация новых продуктов из Купертино. Вероятнее всего, ими окажутся новые макбуки с фирменными чипами Apple, возможно, новый iMac, накладные наушники AirPod Studio и метка-трекер AirTags для поиска потерянных вещей. А вообще, замутить сразу три презентации осенью – это вполне себе оправданное решение, потому что таким образом Apple остается на хайпе и создается впечатление, как будто они представили в три раза больше новинок. А тем временем, популярный информатор Ice Universe заявил, что текущий прототип iPhone 13 так и не утратил челку. Сканер отпечатка пальцев под экраном тоже ждать не стоит. Говорят, что новинка будет похожа на iPhone 12, но вот челка станет немного меньше. Каких-то кардинальных изменений ждать не стоит. Но, во всяком случае, на данном этапе задача стоит именно такая. Но есть еще более шокирующий прогноз. Аналитическое агентство Stone Partners заявляет, что в следующем году больше половины всех смартфонов с гидкими дисплеями продаст компания Apple, а именно 160 миллионов штук. Немного похоже на пьяный бред. Ну окей, ладно, давайте не будем спешить с выводами, дождемся каких-то других утечек, и после этого можно будет обсуждать тему. Потому что, ну сейчас это заявление выглядит как минимум странно. Теперь давайте вкратце обсудим, как там поживает наш святой китайский мученик – компания Huawei. Компания пытается наладить производство своих собственных процессоров, в надежде, что хотя бы через пару лет они смогут освоить техпроцесс 20 нанометров. И пока они всем этим страдают, другие китайские компании помогают Huawei всеми возможными способами. Одно из подразделений China Mobile приобрело флагманских смартфонов линейки P40 на общую сумму почти 40 миллионов долларов США. Некоторые компании выдают своим сотрудникам смартфоны Huawei вместо премиальных. Мало того, есть и такие, где за использование iPhone вообще увольняют. Уверен, с такой поддержкой Huawei сможет протянуть еще очень долго, попутно усиливая свою независимость от США и развивая собственные технологии. Например, генеральный директор компании лично заявил о том, что у них уже готова технология супербыстрой зарядки мощностью 120 и даже 200 ватт. Просто в текущих реалиях 66 ватт выглядят более оптимально. Сложно с этим не согласиться, если учитывать, что менее оптимально – это, по сути, взрывоопасно. В общем, в нынешних реалиях действительно 66 ватт – это оптимально. Можно даже меньше – 50 достаточно с головой. А тем временем, пока российское представительство Honor нагоняет интригу вокруг модели 10X Lite, которая якобы создавалась эксклюзивно для России и будет представлена 6 ноября, несколько дней назад этот же смартфон официально представили в Саудовской Аравии. Его технические характеристики сейчас перед вашими глазами. Вот такой вот эксклюзив получился для рынка России. И снова на процессоре Kirin 710. Но кто бы сомневался, теперь точно никакой интриги не будет. Хотя, вы знаете, сильно положить в компанию Huawei не стоит, потому что в их-то ситуации там вообще… Вы представляете, что там происходит? Ну и под конец я подготовил специально для вас две самых просматриваемых рубрики. Чё там у Realme и чё там у Xiaomi. Почему они таковы, я не знаю. Мне кажется, вам виднее и вы напишите об этом в комментариях. Ну, а я пока начну с Realme. Не так давно на втором канале я обсуждал смартфон Realme X7 Pro. Если вкратце, речь шла о том, что он действительно крутой. И учитывая его технические характеристики, ценник вообще сладкий. Было бы классно, если бы аппарат вышел на глобальный рынок. И вот, собственно, это должно произойти в ближайшее время. Смартфон уже сертифицирован в Европе и Индии. О цене пока ничего не известно. Но я уже успел узнать немного больше у своего информатора. В Украине смартфон продавать не планируют. Почему? Ляха за. На мой взгляд, это большая ошибка. Потому что у нас он бы продавался приблизительно за 12 тысяч гривен. Вот сколько это в тенге. И вот сколько это в рублях. И мне кажется, что за эти деньги у него попросту не было бы конкурентов. Он взял бы и порвал всех. Но, по всей видимости, представительство Realme виднее. Будем надеяться, что они передумают. Ещё компания представила новые фитнес-часы. Realme Watch S. Как я и говорил ранее, это альтернатива Huawei Watch GT2e и MS Fit GTR. Упор в них сделан на время работы. Никакой операционной системы внутри нет. Из интересного могут измерять уровень кислорода в крови. Всё остальное по стандарту. Официальная стоимость 87 долларов. И вроде бы недорого, но как-то не цепляет. Я не знаю, почему люди должны обращать внимание именно на эти фитнес-часы, а не на какие-то другие. Потому что рынок уже буквально перенасыщен подобными поделками. Вчера весь интернет облетела новость о том, что компания Xiaomi готовит ещё три новых смартфона линейки Redmi Note 9. И после прочтения этой новости, мои глаза попросту вылезли на лоб. Куда ещё? В них и так ни хрена не разберётся в этих Note 9. Ребята, какие ещё три новинки? Вы охренели? Поскольку я был несколько озадачен, пришлось снова брать помощь зала. И я связался со своим информатором, на что он мне ответил, что это полный бред. Во всяком случае, для глобального рынка в этом году ещё будет представлен только недорогой смартфон Poco, о котором я вам рассказывал в предыдущем выпуске. Больше никаких Redmi. А вот для Китая могут показать альтернативу Poco X3, которая уже давно гуляет по сети. Может что-то ещё. Но нас с вами это касаться не будет. Поэтому можем успокоиться и молча завидовать китайцам. Там же, возможно, покажут ещё одну новинку с камерой на 108 мегапикселей. Эта информация пришла сегодня от известного китайского инсайдера Digital Chat Station. Он опубликовал фотодисплей этого смартфона. И сделал акцент на том, что отверстие для фронталки станет меньше, чем раньше. И производитель будет придерживаться этой тенденции. Например, флагманы следующего года получат дырку ещё меньше. Но это не помешает установке хорошей камеры. То есть, если верить этому парню, подэкранная камера в Mi 11 всё-таки отменяется? Даже надеяться не стоит. Снова будет точка только меньших размеров? Интересно, что нового в таком случае сможет предложить компания Xiaomi в своих будущих топ-смартфонах? А, погодите, давайте-ка я угадаю. Немного прокачают зума, беспроводную и проводную зарядки. И, собственно, всё. Вы спросите, какая нахрен проводная зарядка? Куда ещё больше 120 ватт, которые используются в Mi 10 Ultra? А вот что я вам отвечу. Там нет 120 ватт, там всего-навсего 80 ватт. То есть, Xiaomi нас всех надурили. Это доказали ребята с зарубежного ресурса Android Authority. Поэтому, мне кажется, в следующий раз они просто завезут реальные 120 ватт, покажут нам новые красивые цифры, и мы схаваем. Как по мне, лучше бы они завезли влагозащиту. Нахрен эти 120 ватт не нужны. Напишите в комментариях, как давно вы получили обновление до MIUI 12? Уверен, некоторые из вас его до сих пор не получили. А вот по сети уже гуляет информация относительно MIUI 13, которую, возможно, покажут на предстоящей конференции для разработчиков Xiaomi. В сети уже есть некоторые скрины новой версии интерфейса. Но пока это больше похоже на какие-то наброски. Ранее, один из представителей сообщил, что компания действительно уже вовсю трудится над MIUI 13. И главные акценты в ней будут сделаны на создании новых обоев, то есть идея суперобоев будет развиваться, анимации и новых функциях. Возможно, об этих функциях нам расскажут на этой неделе. Ну, согласен, это пока такое, вилами по воде. Я-то недавно гулял по интернету и наткнулся на статью с сайта Apple Insider, в которой сообщается, что по результатам какого-то опроса, сделанного непонятно где, где я не нашел, потому что источник они не указали. В общем, 80% пользователей Xiaomi проголосовали за то, чтобы компания слала чертям Google с их операционной системой Android и создавала что-то свое, что-то собственное, как, допустим, Harmony US от Huawei. Еще раз, я не знаю, где они взяли этот опрос. Вероятнее всего, нарыли где-то в Китае, потому что ни один здравомыслящий европеец никогда не проголосовал бы за подобное. Но в связи с этим опросом у меня в голове возникла светлая мысль. А давайте-ка мы проголосуем, да, в комментариях. Вы за то, чтобы Xiaomi отказалась от Android и создавала что-то свое? Либо же вы против? Одно дело, когда компания готовится на черный день, потому что хрен знает, что там стукнет в голову США через там месяцы, годы. Вдруг они потом наедут на Xiaomi так же, как на Huawei. И когда у тебя есть там в загашничке что-то интересное, так же жить спокойнее, правильно? А другое дело взять и осознанно отказаться от Android сейчас, да, и перейти на что-то свое. Это бред. Ладно, друзья, у меня на этом все. Я вам, конечно, хотел еще рассказать о новом флагманском пылесосе Xiaomi с камерой 3DTOF, о новой посудомойке, компактной, которая работает без подключения к водопроводу и гироскутере Xiaomi. Но после предыдущего выпуска, вот после того холодильника, вот почитав ваши комментарии, я понял, что мне придется его где-то раздобыть, да? Вот, и я не хочу подписываться еще и на все вот это вот. Но если вдруг вам станет интересно, я без проблем расскажу вам обо всем этом в нашем следующем новостном выпуске в субботу. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Спасибо за просмотр! Не забывайте ставить пальцы вверх, участвуйте в нашем розыгрыше смартфона Mi 10T Lite. Не забудьте заглянуть на страницу с лучшими предложениями для покупки 11.11. Ссылка будет в описании. И да перебудет с вами Android. Пока-пока!